доброго здравия други мои сегодня вот своей комнате в родительском доме я решил поделиться с вами рецептом энергетика для тренировок старого советского еще рецепта а может быть и более старого чем советский период он очень простой но уверен многие из вас о нем даже не слышали для этого нам понадобится всем чуть-чуть вот буквально вот столько на краюшки ручки ложки соли в термос может еще чуть-чуть зависимости сколько же теперь туда же две дольки лимона уже расскажу почему в термос можно больше я допустим уложу 4 дольки лимона теперь сюда ложим две ложки меда набираю и даже именно в термос господа именно в термос после этого берем теплую воду не более 60 градусов не более почему не более 60 градусов потому что если температура воды выше чем 60 градусов мед растворяясь в ней превращается в канцероген то есть попросту говоря фактически в я и выливаем сюда не обязательно сколько вы пьете во время тренировки все навели вот я допустим пол термоса налил закручиваете и размешиваем хорошо разбалку чтобы мед соль все хорошенько растворилась теперь рассказываю в чем суть мед естественно это энергия это фруктоза это энер соль причем здесь соль то есть мед и соль сладкая и соленая дело в том что вот это вот небольшое количество соли когда вы тренируетесь летом допустим в спортзале жарко или вы занимаетесь единоборствами где очень обильное потоотделение либо какими-то другими интенсивнейшими видами спорта вас организм теряет огромное количество воды влаги то есть которая выходит через пот соль задерживает удерживает воду в организме и ваш организм не истощает то есть не испытывает голод воды дальше почему теплая должна быть почему в термос наливается дело в том что теплая вода которая выше температуры 36 и 6 гораздо быстрее усваивается организма то есть быстрее попадает в кровь быстрее попадает ваши ткани так как если вы выпейте холодной воды организм желудки сначала нагревает эту воду а так вода уже попадает теплая выше температуры вашего собственного тела 36 и вода очень быстро попадает в организм и насыщает его наверно многие из вас слышали я то это видел воочию и сам это делал я много времени в свое время провел в средней азии на востоке период по сильной жары и там люди пьют зеленый чай теплый зеленый чай даже бывает еще с капельками бараньего жира кстати бараний жир это очень сильный антистресс а жара это стресс для организма и таким способом люди поддерживают водно-щелочной баланс в организме и человек как бы не теряет влагу не происходит обезвоживания и вы на тренировке потихонечку по ходу тренировки можете употреблять этот напиток напиток не имеет какой-то там отрицательный вкус то есть он достаточно получается вкусным меда вы можете ложить чуть больше чуть меньше в зависимости от ваших будем договорить вкусов забыл рассказать про лимон зачем лимон ну лимона так конечно же мощнейший источник витамина c и быстрейший источник витамина c к тому же он добавляет очень хороший вкус к меду то есть сочетание вкуса меда и сочетание лимона и чуть-чуть соли дает очень такой интересный пикантный специфический вкус вот для чего нужен лимон для вкуса и для витамина c и так други мои надеюсь моё повествование было вам интересно носим разрешите откланяться будьте здравы други мои